В Северском районе раскрыли нашумевшее уголовное дело. Напомним, в полицию 10 января сообщили о том, что в одном из домов в поселке Ильском нашли тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. По данным следствия, тело 70-летнего хозяина дома и его 64-летнего сожителя обнаружили соседей в одном из домов по улице Пролетарской. Тела осмотрели, у одного погибшего были повреждения головы, а у другого колоты резанные раны в области шеи. 10 января 2019 года поступило сообщение об обнаружении в поселке Ильском двух трупов пожилых мужчин. По данному факту в тот же день было возбуждено уголовное дело. И в ходе следственно-оперативных мероприятий установлен подозреваемый, который в настоящее время задержан. Готовится проект предъявления обвинения, а также проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Предполагаемый убийца арестован. Ему предъявлено обвинение. Это ранее судимый 23-летний житель поселка Ильского. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения. Елена Меркотан, Владимир Галуцкий, телерадиокомпания «Атаман». О том, что такое раковое заболевание, знает, наверное, каждый взрослый. Вот только страдают от него люди всех возрастов. Краснодарский край – один из лидеров по онкологическим заболеваниям, а Северский район занимает второе место среди всех муниципалитетов. Как отмечают специалисты, существует много причин этого страшного недуга. Чаще всего к ним можно отнести наследственную предрасположенность, неправильный образ жизни, особенно курение и употребление алкоголя, избыточная масса тела, плохие экологические условия. Кто входит в зону риска онкозаболеваний? Чаще всего это люди старше 45 лет, у которых дома кто-то уже из родственников болел онкологическим заболеванием. То есть это родители, сестры, братья – это эти люди. Это те люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, страдают ожарением. Это те люди, которые употребляют курением и алкоголем. Это те люди, которые не проходят постоянно профилактические осмотры и, соответственно, приходят к нам уже на поздних стадиях данного заболевания. Также в зоне риска находятся люди старше 40. Мужчины, достигшие этого возраста, должны ежегодно сдавать анализы на состояние предстательной железы, а женщины проходить маммографию. Врачи-онкологи признаются, что с каждым годом пациентов с подозрением на онкозаболевание становится все больше. Но главная сложность заключается в том, что люди зачастую слишком поздно обращаются за медицинской помощью. Нам бы хотелось, чтобы люди обращались к нам сразу, как только что-то они почувствуют в своем организме не так. Например, если, например, у пациента начинают расти родинки, то есть это была какая-то обычная родинка, и вдруг она стала расти в размере, появилось кровотечение из этой родинки, она стала чесаться, болеть, соответственно, срочно нужно приходить. Или женщина, например, при ощупывании молочной железы обнаружила уплотнение, нужно немедленно приходить к нам. Кроме того, если вдруг появилось кровотечение оттуда, откуда никогда не должно его было быть, как бы, да, значит, соответственно, или осиплость голоса, длительно текущий кашель, который, как бы, несмотря на всю проводимую терапию, не проходит, или, например, пациент стал худеть, не мотивированно, он не на диете, а просто теряет вес, ему тоже необходимо срочно обратиться к нам. По словам врачей, как и в профилактике любой другой болезни, гражданам необходимо уделять особое внимание своему образу жизни, беречь здоровье, в том числе и психологическое. Рак часто называют болезнью печали. Доказано, что человек, живущий в постоянной депрессии, чаще других рискует им заболеть. Мы призываем наших пациентов, жителей Северского района, вести здоровый образ жизни, меньше негатива нести в себе, а больше позитива, и постоянно проходить на профосмотры, обращаться при любой проблеме, которая у нас существует, к любому участковому терапевту. Кроме того, у нас в штате есть доктор-онколог, который всегда свободен и примет, ну или непосредственно ко мне. То есть мы должны вместе бороться с этим заболеванием и не допускать поздних стадий развития данного заболевания. С 18 февраля в Северской районной больнице состоятся Дни мужского и женского здоровья. В рамках этого мероприятия каждый желающий сможет посетить смотровой кабинет, чтобы пройти все необходимые исследования и проверить свое здоровье. Руслан Лов, Владимир Галуцкий, Павел Фессетиди, телерадиокомпания «Атаман». В станице Смоленской состоялась встреча районного руководства с активом поселения. Участники мероприятия подвели итоги года и наметили планы на ближайшее будущее. В начале встречи с докладом о проделанной работе выступил глава поселения Сергей Безуглов. Основное направление деятельности местной администрации – решение проблем жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, наведения санитарного порядка. Среди достижений руководитель отметил строительство кабинета врача общей практики в станице Крепостной и модульного детского сада на 50 мест в станице Смоленской. После отчета главы все присутствующие на встрече смогли задать свои вопросы к районным специалистам и руководителю. Как и в других поселениях, жители Смоленского волнуют проблемы жилищно-коммунального хозяйства, качество медицинского обслуживания, состояние дорог. В связи с подтоплением в конце прошлого года в станице Смоленской поднималась проблема расчистки рек. Все обращения поставлены на контроль для их дальнейшего решения. На Кубани ожидается похолодание. 7 февраля синоптики прогнозируют понижение температуры. Причем из-за разницы дневных и ночных температур сохранятся и туманы, что затруднит обстановку на дорогах. Как отмечают в территориальном центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций по Краснодарскому краю, причиной такой неустойчивой погоды в том, что наш регион находится на границе восточно-сибирского антициклона и атлантических циклонов. Ситуация продолжится весь оставшийся месяц. Температура будет то подниматься до плюс 16, то опускаться до минус 8. Ушел из жизни Виктор Алексеевич Лемешко, почетный гражданин Северского района. За плодотворную работу на благо Северского района и Кубани награжден медалью за трудовую доблесть. Ветеран труда. За выдающийся вклад в развитие Кубани третьей степени. За вклад в развитие Северского района. Проститься с Виктором Алексеевичем можно будет в пятницу, 8 февраля, в храме Спиридона Требифунского в клубе загородного отдыха. В 8.00 состоится утренняя служба. С 10 до 11 отпевания. В 11 часов погребения. Этот робот знает, кем является. Он состоит из искусственной руки, суставами и захватывающего механизма. А главные инженеры из Колумбийского университета в Нью-Йорке наделили его способностью представлять себя, используя процесс самомоделирования. Эта технология, как говорят разработчики, шаг в сторону машин, обладающих самосознанием. «Мы люди постоянно себя представляем. Мы можем представить себя в будущем, в прошлом. Здесь мы постарались сделать так, чтобы машины тоже могли себя представить. Благодаря этому они могут адаптироваться к новым ситуациям, быть более гибкими». «Сначала робот не знал, какой он формы». «Он не имел понятия, что происходит. У него не было информации о себе или о чем-то другом. Он двигался абсолютно беспорядочно». «После дня интенсивной обработки данных он создал картину своей структуры и возможностей. Спустя 35 часов тренировок это помогло ему брать предметы с определенных мест и опускать их в емкость со стопроцентной точностью». «Такая модель помогает роботу оценить любую информацию от проделанной задачи, чтобы улучшить свои способности для выполнения другой задачи». Ученые также проверили, сможет ли робот определить поломку. После некоторого времени одну его деталь заменили на деформированную. В итоге машина смогла адаптироваться и изменила движение. Ученые также затрагивают и этическую сторону проблемы. Все помнят фильмы о том, как высокоинтеллектуальные машины уничтожают человечество. «Одна из причин, почему мы открыто хотим об этом говорить, заключается в том, что общество должно понять. Машины двигаются в этом направлении. Нам нужно поднимать этот вопрос в обществе». Ну а умная рука продолжает познавать себя и мир вокруг. Редактор субтитров А.Семкин